В скором будущем, возможно, увидит свет научно-историческое издание, в котором будет представлена объективная оценка периодов до, во время и после Второй мировой войны. К созданию книги планируется привлечь лучших историков мира, которые постараются максимально точно описать события этих лет. Председатель Союза Российских граждан Юрий Мишин побывал на семинаре Европарламента, посвященному этой идее. Накануне празднования 65-й годовщины Победы во Второй мировой войне и, как мы считаем, Великой Отечественной войне, различные организации проводят мероприятия по различным аспектам этого празднования. И по инициативе фракции Европарламента, это объединенные левые и северных стран, был проведен семинар против искажения преподавания истории Второй мировой войны в школах и среди молодежи. Вот девиз очень интересный «Историческая правда одна, та, что написана народами». Вот под этим девизом и собрались представители 25 стран и провели семинар в стенах Европейского парламента в Брюсселе. Во-первых, собрались единомышленники, кто считает, что именно эта битва была между не только прогрессивными людьми антигитлерской коалиции и фашистами, но и битвой различных систем, то есть капиталистической системы, социалистической системы. Это первый вывод. Во-вторых, говорилось о том, что сегодня принижаются значения действий, положим, Красной Армии, движения сопротивления в государствах, оккупированных фашистами. Принижается роль определенных личностей в истории вот этого. И приводилось очень много примеров из школьных учебников, где история вообще искажается. Вот особенно я выступал там с характеристикой некоторых учебников в Эстонии под редакцией Феодорова, автором которого является Март Лар и целый ряд других преподавателей и ученых-историков, где предвоенный период вообще искажен, где искажены, значит, последствия, положим, освобождения Эстонии от фашизма, где появляется много вопросов уже после военного устройства. Поэтому на сегодняшний день вот эта тема, она напрямую касается наших участников войны, ветеранов. Я к ним обратился, чтобы они подробно рассказывали своим детям и внукам о том, как все происходило на их глазах. Во-вторых, безусловно, нужно вносить поправки в учебники. Причем я вам скажу, что это ведь не только в Эстонии. Практически во всех учебниках и даже в России есть какие-то исторические выводы, но которые никак не согласуются с реалиями, которые мы можем почерпнуть из рассказов участников войны. Слава Богу, еще они многие живы. И во-вторых, реальных документов, которые сегодня доступны, уже стали для изучения историками, правдивыми историками, которые являются не политизированными, а настоящими учеными, которые хотят донести для потомков правду.